От долгожданного отдыха туристов отделяет лишь обязательная процедура регистрации Международному аэропорту имени Крамзина. В регионе запущен Приморий с сообщением Ульяновск-Махачкала. Первый авиалайнер заполнен со пассажирами на 100%. Открыли покупку билетов по маршруту Рустам Юсупов с сыном. Семья возвращается домой после отпуска в областной столице. Ранее им приходилось добираться до родины двое суток на поезде. Я очень рад, что есть такая возможность сегодня полетать на самолете. Обратно в свой дом, в теплые края, к маме, к сестре. Ни разу не летали, вот сейчас пришлось. И то вынужденная ситуация, нужно как-то было домой добраться. На поезде вариантов не было никаких. Прошлось самолетом. Очень рады, довольны, что вот такой рейс появился. Сами в шоке, не ожидали, что вот мы и первый, и первый рейс. Обрадовала и ценовая политика. Это отметили многие пассажиры. В среднем один билет на человека стоит 5000 рублей. Сумма может варьироваться в зависимости от выбранной даты путешествия. Сам маршрут открыли благодаря субсидиям из двух субъектов. Ульяновская область и Республика Дагестан договорились о софинансировании рейса. Подготовку начали с января этого года. Прямые рейсы всегда удобны для пассажиров, так как у них отпадает необходимость добираться трансфером через Москву. Соответственно, это меньше по времени, меньше по средствам, соответственно, удобнее. Воздушное судно для перелета рассчитано на 110 человек. До трапа самолета пассажиров доставляет автобус. В этот раз их было три. Это говорит о высоком спросе на новый маршрут. Рейсы будут выполняться два раза в неделю на комфортабельных воздушных судах. По четвергам всего два с лишним часа в пути, и пассажиры увидят потрясающие виды Махачкалы. Из областного центра самолет вылетает в 11.50, а в обратном направлении в 17.50. На очереди рейсы в Калининград и Минск. Предварительно новые маршруты будут доступны в августе этого года. Александра Никитина и Даниил Сурков. Управда. ТВ.